Кандидата исторических наук, голову Кмельницкой Организации Национальной Святой Произнации Украины, Юрий Иванович Мнаджев. Кандидата исторических наук, голову Кмельницкой Организации Национальной Святой Произнации Украины, Юрий Иванович Мнаджев. Кандидата исторических наук, голову Кмельницкой Организации Национальной Святой Произнации Украины, Юрий Иванович Македонский, и много других импетитов и титулов надавали. То есть Олібер Кремель, Кромбель и много других деятелей. Кандидата исторических наук, о том, что в газетах Западной Европы неодноразово звучали хроники из тех событий, которые происходили на этих землях. И я хочу рассказать дещо про саму постать Богдана Кмельницкого, потому что уже много говорилось. Но я хочу определить ее только какие-то моменты, связанные с его постатью как человеком, во-первых, в первую очередь. В первую очередь это как государственного, во-вторых, 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 во-вторых. Как человек, мы видим, что он уже практически на скидке своих лет, потому что в средние веки, средний век людей был где-то 40 лет, а он стал гетьманом 53 лет. То есть уже, кажется, жизнь у него позаду, потому что он пройшел славный шлях, жизненный и боевый, если так можно сказать. Он знал его и битвы козацкие, повстания, был и брав участие в козацких походах у козаков тогда за гроши, конечно. Наймали деякие страны Европы, в том числе и Франция, и другие, и он брав участие в таких походах. На жаль, он попал в колонду татар, и долгий час, там, 3 лет, и почти 2 лет. Ну, это дало ему возможность познать людей, изучить и татарскую, и турецкую мову. Ну и больше познать это, и незаренно. Позже, если посмотреть на все виды, которые тут были, и о которых мы говорили, и в том числе, начи с шоктой козырь и козырь, и другие, мы видим, что его связи с татарами послужили таким приводом для того, чтобы в каждой битве брали участие татары. Татарские войска, ахани різноманитных направлений, как говорят, тоже за гроши, за Ясир, то есть за наших людей, они воювали на боце Богдана Хмельницького. На жаль, он их дали, потому что часто его очень удивили. Но Богдан Хмельницкий пытался, как народный деятель, все-таки мать и такую поддержку, потому что не просто было в эти часы формировать войско, находить оружие, финансы и другие вещи для того, чтобы козырь и селянские войска могли, как говорят, поддерживать победу над сильными войсками других стран, в первую очередь во время войска. Потому что, как человек, он пришел в славный шлях, уже имел величезный опыт. И, кажется, что ему осталось? Он уже был сотником, в свою сумму утром и субботу, имел, как говорят, маэток, имел чем заниматься. И, кажется, на этом его карьера закончилась. Но, как всегда, вмешался в простой случай. Называется Хершеля Пам. И началась вот та великая суперечка с Чаплинским за прекрасную Елену Яковлевну. И в результате Богдан Комельницкий опинився после великих поневерян на войску Запорезькому и стал гетманом. И после этого пошли вот эти великые его победы. И он, как военно-все-все-все-все, как государственный, и действительно прославился на весь свете. Потому что эти битвы задумывались ним, его соревнованиями. Эти битвы он уже проходил неодноразово військовые походы и правоучестивые. Он умел, мав талант, так организовать войско и так сделать все для того, чтобы была победа в большинстве случаев на его боце. Мы можем сказать, что он был и мудрым международным действием. Вот такой пример. Он подписывался до 1654 года, подписывался гетьман Мальвийско-Запорезького и его ясновидможной величности. То есть, что он воювал с поляками, воював, но короля, шляхтою воював, но короля, он своему титулу не выкидал. И только после подписания и Переястовской войны он уже начал писать его царскую величность. То есть, он уже перейдет к московской государству. То есть, тут закладено, не знаю, как можно назвать, но просто это, естественно, на тот момент международный факт, который помогал ему в многих моментах. Потому что он с королем был, и короли менялись, и он поддерживал одних с другими. Не было хороших связей, но поддерживал через своих послев, своих родителей и так далее. И эти связи помогали так или иначе и маневровать в масштабах Украины и помогать решить большинство вопросов. Хотелось бы сказать про него, как воинского действия, который хорошо знал, что такое развитие и контрразвитие. Тут я хочу добавить, что наш городинский ученик Валерий Степанович Степанков написал, и Смолієн, и книг много по этому периоду. И сам написал, и Степаков написал, значит, и про Богдана Хмельницкого, и его вышло до нового ведения. Ну и развитие контрразвития Богдана Хмельницкого. Это очень прекрасная книжка, которая показывает, насколько Богдан Хмельницкий смогут Селить людей в Украине на то время через Кобзарьи, через священников, через своих, ну, мы говорим, разведчиков, через своих людей, яких шли до других людей, шли по селу и были этими глажатами национально вызванной борьбы. Це теж треба організувати і зуміти на такій ідеї, на підтримці цієї боротьби национально вызванной, знайти можливості для того, щоб люди пішли за тобою. Інші геть вони після нього, після його смерти намагалися це робити. Але ми побачили, до чого це привело. Це привело до руїни, це привело до страхів. Не дай Боже такі речі ще раз переживали. Тому то його якраз в цьому плані і мудрість як керівника, як державного діяча, як військового полководця переважала над все, над його, я вибачаюсь, і п'яно там, це все було в історії. Ми пам'ятаємо там слова поетів, п'яний Богдан і так далі. Ми пам'ятаємо його як державного діяча, тому що він створив державу. Військо створив, почав друкувати монети, утворив адміністративно-територіальний устрій. Зробив все для того, щоб ця невеличка держава, або козацька держава, період Володана Хмельницького могла витримати натисків 100 років, тому що не тільки одна Польща наступала. Там і Москва засіхала, там і Крим, там і татари, там і інші держави, сусіди, які намагалися по куску відірвати українські землі для себе. Тому я зупинився більше на такому позитивному моменті, тому що сьогодні наша тема Володана Хмельницького в історії Хмельницької області – це величезна тема. І зрозуміло, що він вдячний організаторам цієї академії. Тому що в цей час треба згадувати більше про Володана Хмельницького. На жаль, за роки незалежності його і м'я трохи призабулося. Якщо ще на початку, 95-й рік, коли там була річниця, 400 років дня народження, то ще щось велике робилося в Україні і в нас в області. А зараз все менше і менше, ми знаємо чому. Тому що всі накинулися, що він підписав Переяслівські угоди, що він пішов на угоду з москалями, як ми б сьогодні кажемо. І ми бачимо в цьому тільки негатив. А треба, щоб шукати. А чому ж він пішов на це? Тож з великої любові до москалів чи до московської держави, чи до Олексія Михайловича, царя. Чи так внутрішня і міжнародна обстановка того часу вимагала таких різних речей? Вже він кидався в різні сторони. Ми не забуваємо, що він був під протекторатом Туреччини, і кримських хан. Ми пам'ятаємо, я сказав, писав до кінця майже свого життя, хто він такий від польських королів залежав. І шукав собі покровителів Швеції і так далі. Ми про це мало говоримо. А так було. І він шукав порятунку не тільки для себе, а він шукав порятунку для нашої молодої української держави. Тому що ми не можемо сьогодні на нього клеймо дати, чи зрадника, чи тільки негатив весь на нього виляти, і не побачити, що він зробив і доброго для України в той час. І це ми повинні це пам'ятати і якось нормалізувати ці всі моменти. Бо сьогодні дуже мало про це пишеться. Намагається або обійти, або погладити, або тільки обіляти, як кажуть, гриз'ю болотою. Тому ці моменти треба пам'ятати нам як історикам і людям, які живуть тут у нас. Чому наша область Хмельницька і чому ми завдячуємо повдану Хмельницькому і вся Україна, не тільки наша область. Дякую за увагу. Дякую за перегляд!